Ну вообще, как это можно понимать? Они ждут, что сейчас какое-то там будет решение, и в этот момент Кадырову дают очередное звание генерал-полковника. Разумеется, Лапин это воспринял как удар ножом в спину, и я думаю, что просто ушел человек в запой. Письмо Лапина Искренне в это поверил. В общем, и Лапин должен был мне написать письмо, он обещал, что напишет с очередным обращением к общественности. Но вчерашняя новость о вручении очередного звания Кадырову, звания генерал-полковника, по всей видимости, выбил из колеи генерала Лапина, и он сегодня не вышел на связь, не написал это письмо. Он воспринял это, справедливо воспринял это, как поддержка от федеральной власти, от Путина, поддержка в этом конфликте Кадырову. Так как Кадыров просто обрушился критикой на Лапина, Пригожин его в этом поддержал, и вроде как арбитром здесь должен был выступить Кремль, Путин, администрация президента, как минимум. И вместо того, чтобы поддержать Лапина, мы видим, ну вообще, как это можно понимать, да, вот они ждут, что сейчас какое-то там будет решение, и в этот момент Кадырову дают очередное звание генерал-полковника. Разумеется, Лапин это воспринял, как удар ножом в спину, и я думаю, что просто ушел человек в запой, наверное, сейчас находится в нетрезвом состоянии, в состоянии очень сильного стресса. Человек огорчен, разочарован, и его можно, наверное, понять, поэтому давайте пожелаем ему скорейшего восстановления. А Кадырова, наверное, давайте поздравим с включением этого очередного звания. Генерал-полковник, это звание очень серьезное. Я думаю, что Кадырову нужно будет забрать звание маршала, это у тебя следующий этап. Обязательно, Кадыров, тебе нужно маршала забрать, генералиссимуса забрать. И я надеюсь, что ты также заберешь звание адмирала, то есть все-таки морской флот тебе тоже нужно покорить, тебе нужно выходить в море, Кадыров. На земле ты уже всех победил, ты уже всех разогнал, всевозможные звания ты уже получил, но не считая маршала, генералиссимуса, я думаю, это год-два, к следующим двум дням рождения тебе, наверное, это дадут. И тебе нужно переходить уже на морской фронт и завоевывать теперь морские какие-то звания, награды и так далее. В общем, ждем, когда из тебя сделают адмирала. Но раньше, когда Кадырову дали героя России, у нас в Чечне была такая шутка, может, шутка, может, реально, правда, не знаю, говорили, что такие герои России, как и Евмагомед, в частности, про какие Евмагомед это говорили, что якобы они свою медаль выбросили. Типа, когда дали Кадырову, сказали, все, теперь и эту медаль можно покупать за деньги, и выбросили. Вот мне кажется, сейчас такая ситуация, когда вот эти вот генерал-полковники российских вооруженных сил, наподобие Лапина, например, мне кажется, они должны сейчас в себя эти погоны просто снять, сказать, все. Если Кадырову дали генерал-полковника, то это звание теперь обесценено и добровольно отказаться от всех вот этих вот регалий, мне так кажется, потому что, ну вы смотрите, вы, генералы, вы с таким трудом, кровью и потом добивались этих званий. Вы убивали чеченцев, вы убивали сирийцев, вы убивали грузин, вы убивали и убиваете теперь украинцев, вы своей кровью добывали эти звания, а тут человек, в свое время предавший свой народ, перешедший на вашу сторону, и вы знаете его сущность от того, что он стал работать на вас, вы же от этого любить его не стали, вы его так и презираете, как и мы. У нас с вами в этом плане к нему отношения одинаковые, что мы его презираем, что вы его презираете, несмотря на то, что он на вашей стороне, вы его сущность прекрасно понимаете. Для вас это то же самое, что от вас человек перешел бы, вас бы предал, вот у вас отношение к нему ровно такое же, как к нечистоте, как к чему-то омерзительному. И вы видите, как ему ни за что, да, безусловно, у него, конечно же, гораздо больше заслуг по уничтожению чеченцев, на самом деле, чем у вас. Он над нами издевается похлеще, чем это делали вы. Но, тем не менее, он предатель, и я знаю, что вам очень неприятно понимать, что ему дают звания, которыми вы гордитесь, вы этим щеголяете. И теперь, когда вы, допустим, где-нибудь там у себя в армии, в кругу друзей, в каких-нибудь там компаниях, вы с какой-то гордостью скажете «Я генерал-полковник», вам ответят «И чё, вон, Кадыров тоже генерал-полковник». И это настолько обесценит это ваше звание. Я, в общем, вас понимаю, как бы там ни было, хоть вы и наши враги, но враг – это всё-таки человек, который в любой момент может перестать быть врагом. Мирный договор, заключение мирного договора делает врагов либо союзниками, либо просто там людьми, они перестают быть врагами, а иногда даже становятся друзьями, немало таких примеров. А предателю он никогда не станет, он не перестанет быть предателем, он никогда, тем более, не станет там приятелем, другом, товарищем и так далее. Поэтому я вас понимаю, на самом деле, действительно, то, что с вами делает ваше командование, то, что с вами делает Путин, это крайне унизительно, вас унижает. Я не скрою, это радует, меня это, конечно, радует, что вас таким образом унижают, что это делают через Кадырова, вас унижают, это приятно. Я считаю, что за что вы боролись, на то вы и напоролись. Но принимайте меры, дорогие генералы. Бывший Гурон, у них у всех на лице сильнейший иммунитет на знания. Тумсо, ты не сказал про Хасана. А я ничего не могу сказать, брат, про Хасана, я не могу эту тему комментировать. Все, что я хотел на эту тему сказать, я сказал у себя в телеграм-канале. Все мы вместе с вами будем ждать обновления какой-либо информации на канале Хасана Халитова. Как мы видели, сегодня там было что-то про криптовалюту, допубликовалось. Значит, публикации есть кому делать, кто-то, значит, канал все-таки ведет. И этот кто-то, я думаю, нам сообщит всю необходимую информацию по нашему брату Хасану. Субтитры создавал DimaTorzok